Всем привет! Ни для кого не секрет, что я давно рекомендую хороший планшет под названием Куб Т8 Ультимат. И вот я нашел ему замену, вот только там нет двух сим-карт, а так вот все прям отлично, супер и за очень хорошую цену. Поэтому если вам вдруг модем не нужен, то обратите внимание именно на эту модельку, в которой два оперативки, 16-строенный, металлический корпус, Full HD дисплей. Вот эта вся комплектация вам обойдется приблизительно в 96 долларов. Сам планшет на сайте Banggood стоит 85,99. Приходит он вот в такой оригинальной, собственной, крепкой упаковке. Чехол в комплекте идет. Чехол я подогнал, я брал универсальный, есть другие модели, я подогнал даже под камеру вырез делал. И в подарок кладут пленочку с планшетом на сайте Banggood. Итак, у нас здесь все просто. Коробка, с защитной пленкой уже идет сам дисплей, маленькая инструкция, задняя крышка металлическая. Красивый, неплохой дизайн у него, довольно броский в глаза, черный цвет, холодит, конечно, руку. Металлическая часть у него только вот эта. То есть, другими словами, верхняя часть это пластик. На нижнем торце у нас находится одно отверстие под микрофон. На правом торце кнопка включения кнопкой качелька громкости. Левый торец полностью без всяких каких-либо кнопочек. Ну а здесь сверху, поближе к главной материнской плате, все самое необходимое, что ни на есть, входы и выходы. Под наушники, под карту памяти есть кнопка сброса, то есть reset такой себе. Здесь находится у нас динамик, тут находится выход под microUSB и HDMI выход. Все, самое необходимое, все здесь есть. Работает моделька шустра. Модель PIPO N8, вообще смешное название PIPO, ну по крайней мере на русском языке что-то, да, и вызывает улыбку. В комплекте у нас идет довольно богатый набор. Сам мощный кабель microUSB, переходник, OTG кабель, а значит он поддерживает OTG и хорошее качественное зарядное устройство. Видите какой блочок, толстенький, под один выход, 5 вольт, 2000 мА. Ну и уже в принципе с нашей розеточкой, поэтому я не знаю для чего переходник положили, но приятно. Итак, по комплектации все понятно, то есть как бы мы получаем за эти деньги, все красиво, аккуратно, проверено. Кстати, зарядное устройство хорошее, я проверял, действительно выдает 2000 мА. Аккумулятор тоже проверил, запускаем и проверяем его, и я вам покажу, что я добился за пару дней тестирования, какие показатели и как быстро расходуется батарея. При запуске нас приветствует вот такой вот логотип, точнее надпись PIPO. Экран достаточно яркий, после запуска нас приветствуют вот такие вот приятные обои. Достаточно яркий дисплей, прям таки знаете, вот сейчас у нас стоит здесь на максимуме, но даже если прикрутить, все равно работает более-менее. То есть мне очень нравится. Сочный, вот вы даже в камере видите, что прям таки пестрит, несмотря на то, что достаточно много освещения. Датчика освещения здесь нет, если зайти сразу же в программу Antutu, то нам покажут следующие тесты и характеристики. 41931. Характеризует его как модель N8, но устройство написано как K802, поэтому не знаю. Процессор MT8163. 64-битная система Android 7.0. Графический процессор Mali-T720, что вполне с головой хватит даже для более-менее мощных игр. 1920х1200 разрешение дисплея, экран здесь 8-дюймовый. Задняя камера 5-мегапиксельная с разрешением 2880х1728. Оперативной 2 гигабайта, встроенной 16, но по факту здесь 1138. Но поставив флешку до 64 гигабайт поддерживает, без всяких проблем сможете пользоваться. Здесь 4 ядра с максимальным разгоном до 1500 МГц. Плотность экрана по DPI 280. Тест мультитача давайте проверим. На 10 касаний. И дальше у нас информация касательно передней камеры 2.1 мегапикселя 1920х1088. Получается по факту здесь дисплей, как здесь свидетельствует, 8.1 дюйм. Вот так вот. Батарея здесь, как заявили, изначально 4000 мА. И по факту тоже не подвела. По тестам она показала 3900 с копейками. Это действительно очень хорошие показатели для первой зарядки. Здесь установлен всего один датчик. Это акселерометр. То есть тот, который отвечает за вращение картинки. Углы обзора достаточно хороши у данной модели. Ну, мертвых зон я таких себе и не нашел. Хорошо смотрится вот в таком состоянии. Планшет весит 363 грамма. Вместе с чехлом данный планшет будет весить 400 грамм. Ну, увесистый, приятный. Имеет интересную форму. Такую закругленную. И задняя крышка неповторимой. Чем-то мне напоминает Lenovo. Но нет. Это у нас PIPO. И есть более бюджетные модельки. 7 дюймов. Есть чуть подороже модельки. В общем, если боялись, то я вам рекомендую. По отзывам тоже очень хорошо. Люди пишут, что все отлично работает. Претензий никаких нет. Покупайте что-то в интернете и думайте, как сэкономить. Начни возвращать часть денег с покупок в онлайне, зарегистрировавшись в кэшбэк-сервисе EPN. Пользоваться сервисом очень просто. Достаточно выбрать нужный магазин на сайте EPN и совершая покупки, как обычно. Кэшбэк будет зачислен автоматически. Вывести кэшбэк можно сразу после получения товара. Выплаты доступны на электронные кошельки и банковские карты без комиссии в рублях и долларах. Регистрируйся в кэшбэк-сервисе Ekonon так же, как и Сергей. Ссылка находится сразу в описании под видео. Итак, подведя итог, можно сказать, что и камера неплохая. Сейчас я вам продемонстрирую. И заряд батареи хорошо держит. Вот, посмотрите. Делаю сейчас снимочек. Фокуса, конечно же, здесь нет. Тестовые фото я вам покажу. И сейчас открываем и посмотрим этот рисунок. Точнее, это фото. Достаточно неплохо. Рябит, конечно, есть шумы. Но, тем не менее, работает, показывает. Вот я делал тестовое фото, еще когда весной снег был. Я вам их обязательно в конце сейчас вставлю. Ну и, возможно, тебя интересует, какой здесь звук. Пожалуйста, слушай. Низких практически нет. Высокие. Динамик находится сбоку. Поэтому, если будете держать в чехле, все равно будет звук отлично слышен. Ну, для такого планшета достаточно хорош. В начале видеоролика я еще упоминал о планшете Куб Т8 Мультимат. Там похожий звук. Поэтому ссылку на такой планшет оставляю в описании под видео. Ну и обзор можете смотреть в подсказках. Кстати, есть версия на 16 гигабайт, как у нас, черная. А есть на 32 гигабайт. Но есть еще цвета серый, blue и white. Продажи, если найдете, то можете найти и купить себе данный планшет с такими характеристиками и с таким цветом. Примечательно, что даже на русском языке есть характеристики и описания. Планшет неплохой. Ссылку оставляю как на сайт Banggood, так и если я найду на сайте Gearbest. А также на сайте AliExpress. Там они точно есть. Почему я сказал, что если я найду на сайте Gearbest, потому что если я найду, то я посмотрю, есть ли у меня купон для того, чтобы можно было покупать такие планшеты по скидке еще больше. И опубликую его в нашей группе «Покупаем вместе в Китае». Ссылка находится в описании под видеороликом. Я буду рад вам и дальше рассказывать о интересных гаджетах и новинках. Поэтому смотрите наши ролики, наш канал. И до новых видеороликов, друзья. И спасибо тебе за то, что ты смотрел данное видео. Всем спасибо за просмотр. А сейчас смотри тестовые фото и видео. Видео на камеру типа N8. Никакой стабилизации. Вот картинка цветопередачи. Солнечная погода против солнца. Сзади солнца виднеется. По-моему, даже черное пятнышко было только что в кадре. В помещении данный планшет снимает вот так. То есть, если навожу на потолок шторки гардину, то здесь вот так вот работает. Как вы видите, телевизор передает картинку с довольно хорошими оттенками, цветами. Очень неплохо. Садняя камера тоже в действии. Немножко стабилизации уже, хотя также снимаю. Вот сочность картинки. Автофокус отсутствует. Просто вот как есть, так и показывает. На улице снежная погода. Сейчас буду тестировать еще планшет. Куб. Новая модель IP10-232. Смотрите обзор тоже на нашем канале. Рад был вам помочь. До новых видеороликов. Посмотрите фотографии. А я с вами прощаюсь. За труды поставьте лайк. Спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok